Добрый день, друзья! Недобрый день вам, мне, другим! Посмотрите два небольших видеофрагмента. Первый – это выступление на прошлой неделе в Израиле Оли Поляковой, украинский певец. А второе – её же заявление относительно расстрелов русскими украинских детей. Она едва ли прям не свидетель. В любом случае, говорит про ближний круг. Вот что интересно. То, что Полякова, дочь советского дипломата, поднималась на коллаборациях с российскими артистами, начиная «Чай вдвоём» и заканчивая «Людмилой Гурченко». Сразу после начала войны она уехала из Киева, и у неё такой достаточно мощный чёс по всему миру. То в Лондоне она выступает, то в Майами. Везде она топит за нынку, само собой. Ну, во всяком случае, это патриотично. Но при этом и врёт вообще безбожно абсолютно. Вот в контексте вот этого графика её, я думаю, ждать выступления в Российской Федерации Оли Поляковой. Её пригласят когда-нибудь? Да, если серьёзно, я хотел бы, чтобы наши артисты, выступающие в том же Израиле, тоже обозначали своё отношение к спецоперации. Тоже что-то говорили там, и с каким-нибудь флагом выступали. Даже если это артисты вот более чем лёгкого жанра, потому что сейчас нелёгкое время. Это мне? Боже! Вы знаете, это браслетик из Украины. От украинцев. Я сейчас вам расскажу, я сразу надягаю на руку, и расскажу вам историю браслета, которые сейчас находятся в моей руке. Когда произошло российское вторжение в Украину, естественно, все были ужасно напуганы, все были ужасно разбиты. Это что? Кто-то не знает этой информации? Я кому-то открываю глаза. Украинцевы здесь, мы же все знаем. И как раз произошла трагедия в Мариупольском театре. И это была Хорватия, благотворительный матч, где я пела гимн Украины. И ко мне подошла семья, которая выжила в Мариупольском драмтеатре. И девочка в подвале сплела. Вот этот браслет. Я его надела. И сказала, что я сниму его только тогда, когда закончится война. Конечно же. Парамовую Украину. Парамовую Украину. Слава Украине Дуже дякую, дорогі мої українці, дуже вам дякую. І коли почалася війна, я була виконута зі своїми дітьми з моєї країни. Я їхала, як всі мами, і спасала своїх дітей. І тільки одне, я собі говорила, щоб вони не бачили моїх сліз, щоб вони не бачили, що мені страшно. І що перший раз в житті я не сильна, не драйвова, а я просто мати, яка боїться за своїх дітей. І я собі казала, все буде добре. І я хочу, щоб кожен українець сказав собі, що все обов'язково буде добре. У них є приказ не щадити никого. Це знаєте, що у мене Маше, 17-летня моя дочка, два дні назад розстріляли її подружку. В машині ехала з мамою і з маленькою сістрічкою 7-летній. Це вже ближній круг. Понимаєте, розстріляли одногодку моєї старшій дочери, яку її знала. Я не розумію, як можна це простити. Я не розумію і не хочу.